всем привет сегодня я хочу поделиться с вами покупками которые я совершила за весь месяц март так что приступим начну я с ухода за лицом приобрела еще вот такие вот спонжики себе здесь в одной упаковке два идет таких вот разноцветных летних и здесь вот такой один приобрела еще на прозапас еще зашла как-то в аптеку увидела бальзам для коп вот такой вот с вишенкой они там разные есть с разными запахами в общем мне понравился с вишенкой 4 5 грамма есть spf 15 запах у него такой немного химозная какая-то вишня либо вишня такая очень очень кисло что-то такое состав у него неплохой состав напоминает даже кармакс но в каких пропорциях здесь вот эти вот составляющие я не знаю он тоже охлаждает немного губы в принципе неплохо оставлю на лето себе вот именно с такими охлаждающими эффектами я люблю пользоваться летом так что вот оставлю буду пользоваться стоило этот бальзамчик 15 гривен по моему еще в аптеке я увидела вот такой вот кокосовое масло я его приобретала изначально для того чтобы наносить на кончики волос но когда покупала я не видела что здесь всего лишь 15 миллилитров и мне хватит этого наверное но на несколько раз поэтому в принципе я решила не использовать его для волос потому что здесь вот такая вот малютка в инструкции написано что это масло кокосовое можно в чистом виде использовать под глаза я конечно же попробовала мне очень было интересно я попробовала и знаете что хочу сказать я оставлю это масло для использования под глаза на зиму потому что очень хорошо питает очень хорошо увлажняет кто просыпается по утрам и у них отечность под глазами без каких-либо кремов без ничего даже просто вот отекают там мешки под глазами там просто отечность я не советую у меня допустим впалые такие немножко вот здесь вот область она такая впалые и наоборот если я не буду ее питать и не буду увлажнять то у меня будет очень тонкая кожа здесь такие синяки под глазами и получается что глаза очень впалые будут поэтому я всяческими средствами пытаюсь подпитывать на ночь кожу вокруг глаз например сейчас я пользуюсь маслами на ночь стоила эта баночка 20 гривен что-то такое фирма у меня тоже ароматика люблю эту фирму заметила что именно от этой фирмы масла все идут такие довольно таки качественные хорошие и меня в принципе они устраивают запах здесь такой очень-очень натуральный именно кокосом пахнет баночка идет стеклянная темно оставлю в холодильнике будет стоять у меня до следующей зимы еще для лица такие вот три продукта у меня есть мне очень хотелось приобрести синий карандаш какой-нибудь для глаз и такого вот оливкового оттенка даже темно оливкового муж даже болотный такой оттенок в общем хотелось зеленый но такой чтобы он был не яркий а именно такой немножко темноватый и карандаш для губ такого оранжевого немножко оттенка скажу про карандаш для губ это фирма у нас формар 226 номер меня в принципе оттенок очень такой хороший подходит мне сейчас вот у меня на губах флормар тоже помада такая немножко с оранжевым подтоном и этот карандаш подходит как нельзя кстати для контура очень мне понравился люблю карандаш от форма и рада что они стали у нас продаваться так еще я приобрела синий карандаш от мальвы в общем обычный карандаш написано что водостойкий косметический карандаш мягкий высокое качество алоэ витамин е рисует он неплохо такой мягкий все но как-то вот не знаю почему-то не сильно меня впечатлил вот его сводчик в общем в принципе неплохой но на лето я не советую скорее всего на зиму потому что на лето он будет отпечатываться на моем новейшем и жирном веке это сто процентов вот зимой я думаю можно будет им попользоваться может как-то там на водную линию может быть как-то сверху просто делать стрелки но так вот не знаю цвет такой темный в принципе как я и хотела но я хотела даже наверное чуть темнее оттенок карандаша мальва 46 если кому-то интересно вдруг и есть у меня карандаш называется dark blue фирма в общем у меня 0 8 оттенок олива он очень плохо рисует это только не знаю наверно там для рисования на бумаге для детей нанесла в несколько слоев и потому что заметить что он как-то все равно слишком светловатый и как-то он рисует не очень хорошо я и конечно еще постараюсь как-то приспособиться к нему постараюсь что-то сделать раз макияжем например на нижнюю может быть линию роста ресниц можно нанести его на верхнюю я получится его шкаря по верхнее веко если использовать его в качестве подводки то с вот таким вот оттенком очень светлым глаза получатся как будто без ничего поэтому тоже вот прогадала немножко но я не переживаю потому что стоили они очень дешево и еще я зашла в магазин все по три у нас есть такой магазинчик с дешевыми товарами в общем туда завезли косметику ее периодически то завозят то увозят у нас в общем то привозят они привозят и нашла вот такую вот подводку мак я когда увидела мне так смешно стало думаю возьму она там очень дешево стоила здесь 3 грамма это подводка фломастер она с таким неплохим заостренным кончиком рисует в принципе довольно таки неплохо вот у меня сейчас стрелочки сделаны с этой подводкой в принципе неплохо и что хочу сказать она идет такая водостойкая уже когда домой пришла и на руке и посвочила и потом она у меня не стиралась водой она тоже не стирается нужно именно чем-то таким моющим мыло может быть там для снятия макияжа понятно для глаз я имею ввиду с руки я мылом только стерла водой она не стиралась никак вот ее сводчи как вы можете заметить ничего не стирается также на глазах очень хорошо на лето я думаю так вот нарисовать пройтись куда-то самое то и еще я приобрела две кисточки тоже от мальвы они шли вот таких вот как чехольчиках я взяла вот такую вот растушевочную кисть но она идет знаете такая плотно набитая и с коротким немножко ворсом не так как вот обычная растушевочная кисть ею хорошо ставить акцент каким-либо оттенком после этого уже более пушистой кистью растушевывать я ее так в принципе использую вот сегодня я делала макияж вот этот темный оттенок я уже ставила так вот акцент и растушевывала более такой вот пушистой кистью понравилось ворс из нее вообще не лес в общем качество именно кисти мальва я еще раз повторюсь очень офигенско и еще одну кисть я приобрела для подводки давно ее хотела у меня есть гелевая такая подводка от джулия есть у меня кисть для нее но так есть как-то мне не всегда нравится ею наносить хотелось попробовать вот такой вот кистью доносить и девчонки я не пожалела что и приобрела мне очень понравилось наносить этой кистью гелевую подводку я просто вот восторг честно я не знала что так удобно сколько смотрела видео девчонок и они там рассказывали что вот удобно там вот такой вот кистью наносить я никогда не могла подумать что мне будет тоже удобно пользоваться такой кистью каждая из кистей стоила по 14 гривен бюджетно еще я приобрела трафарет для французского маникюра я думаю многие знают как он выглядит у меня 48 штучек в одной упаковке и эта фирма экзотика буду делать французский маникюр приобрела еще лак от флормар такой в принципе неплохой лак он идет с такими вот тоже разноцветными блестками только они очень очень мелкие не очень он меня впечатлил но если один пальчик в принципе выделить каким-то другим цветом и нанести вот этот вот мелкий глиттер то тогда может быть ничего а так не впечатлил если кому интересно это 393 номер у этого лака еще для ногтей я приобрела полировочный баф выглядит он вот так вот у меня здесь четыре стороны одна подпиливает вторая для полировки идет третья идет такая вторая стадия полировки и четвертая уже именно сама полировка делает наш ноготок гладким в общем у меня как-то давно был такой баф но не именно такой вообще был баф я пользовалась как-то потом он у меня облез я перестала пользоваться этими штуками но вот опять приобрела стоило 13 гривен вот такая вот фирма в принципе неплохая вещь сейчас пользуюсь удовольствием еще приобрела мыло крем мыло дав это по моему классическая их не а версия из таких именно маленьких которые по 75 грамм в общем я довольна этим мылом взяла вот второе мыльце запах тоже такой нежный кремовые бесподобные мне нравится и еще я взяла такой вот мыло вернее скраб мыло для ног это фирма у нас vital charm по моему в общем у меня идет морская соль экстракт каштана белая глина эфирное масло мяты он кстати коробочки вот так вот лежал его правда нет сейчас потому что я его использую я вставлю фотографию как он выглядел недели две наверное я им пользуюсь когда тру пяточки этим мылом я не ощущаю что там есть какие-то скрабирующие частички пытаюсь все время их нащупать но мне кажется их там нет вообще хотя на самом или вроде бы кажется что есть скрабинки может быть они растворяются не знаю в общем ничего я не ощущаю но ножки становятся гладкими честно не знаю как как каким образом еще приобрела от зеленой аптеки нежное интимное мыло противовоспалительное шалфей 370 миллилитров здесь я взяла его на смену у меня закончилась одна баночка от эйвон интимное мыло и вот нужно было что-то приобрести в общем я приобрела от зеленой аптеки решила попробовать потому что я раньше никогда не пробовала именно из каких-то других марок кроме эйвона в принципе неплохое мыло в начале вот после эйвона когда я воспользовалась там первый раз этим мылом мне показалось что подсушила кожу вот сейчас я им пользуюсь в принципе неплохо недавно смотрела видео юлечки вятской не помню название видео именно но она там рассказывала про состав мыло и интимное мыло от эйвон что там плохой состав действительно я почитала так и есть я допользую последнюю баночку которая у меня осталась там в баночке в принципе граммулька осталось я допользую и больше покупать от эйвон не буду именно это средство здесь к моему сожалению тоже такой же составе когда покупала я не смотрела я купила это средство раньше чем посмотрела видео юли и как-то не задумывалась об этом честно стоило бы конечно но я почему-то не задумываюсь о полезности и натуральности продукта я сначала куплю начну пользоваться а потом уже начинаю смотреть на состав в общем как-то у меня немножко спознячком это все но тоже допользую вот это вот бадью и куплю наверное лактоцит как все советуют и буду пользоваться потому что честно как-то вот именно для этого места хочется чтобы были продукты более натуральные смотрю часто канал sky girl и девушка лена там рассказывает о том что ей очень нравятся эти всякие пенки для бритья мужские я тоже вот решила после какого-то просмотра видео решила приобрести пенку для бритья мужскую так вот приобрела я себе вот такую вот пенку арка на пробу взяла я не то чтобы там супер-пупер какой-то знаток в общем 200 миллилитров здесь понятно состав здесь какой может быть одни силиконы но мне она очень понравилась она конечно дает такое она чисто именно мужская мужской запах все меня он не раздражает потому что он такой не навязчивый он выветривается конечно долго у меня даже на следующий день пахнут ноги именно этой пенкой но мне понравилось девчонки действительно сама эта процедура с вот этими вот пенками очень становится такой легкой не заморачиваешься особо чем намылить и и что в общем я думаю вы меня понимаете как это протекает когда ты пользуешься мылом каким-то гелем для душа с пенкой вот советую попробуйте приобретите попробуйте я думаю вы не пожалеете мне понравилось это моя любовь теперь на все время ну не именно эта пенка а в общем я поняла что эти средства облегчают бритье и мне очень это понравилось спасибо леночке sky girl то что навела на такую мысль буду пользоваться и радоваться теперь парню кстати тоже нравится ну вот и все что я хотела показать из покупок своих если вы тоже чем-то пользовались из того что я приобрела либо может быть вам просто понравилось что-то задавайте вопросы свои в комментариях также просто пишите мне в комментариях заходите в мою группу вконтакте заглядывайте на мой канал подписывайтесь чтобы не пропустить новые видео и ставьте лайк этому видео если вам понравилось до следующих видео всем удачи и пока пока